Дорогие друзья, у меня очень необычный выпуск к шеф-поварам, да и в общем на российском рынке к блогерам. Не приходят такие крутые гости, как Андре. Андре это шеф, он из Голландии, из Амстердама. И он очень крутой шеф в Амстердаме, очень известный, замечательный не только в Амстердаме, но и во всем мире. Во-первых, у него в своем ресторане одна звезда Мишлен. Ну, так просто. One star Michelin. A little bit of flower on the door. It's on here. А, здесь, смотрите, видите, даже есть татуировка на руке, которая обозначает, что вот эта звезда. When you get one star Michelin, you make a tattoo? No, later, later. Later? Немножко позже сделал тату, после того, как получил звезду Мишлен. А еще он выиграл, ну, то есть вот есть фестивали, которые идут по всему миру. Называется эта концепция Taste of, в Москве идет Taste of Moscow, Taste of Dubai, Taste of Moscow. Мадрид, Taste of London, Taste of Amsterdam. И, значит, кто выигрывает, например, в каждом городе победителя фестиваля назначается. Потом эти все победители съезжаются в одно место в мире, где, соответственно, бьются за звание лучшего среди Taste of World. Так вот, значит, Андреа, он Taste of World, the best chef, 2016 год. И он расскажет, короче, сегодня, как в мишленских ресторанах готовят. Потому что, как он мне объяснил, это very simple dish. Это очень простое блюдо, ну, потому что в ресторанах, наверное, только в России готовят мега сложные блюда, а во всем мире готовят очень простые. Very, very simple. Это блюдо мы готовим в нашем ресторане. А сейчас мы его приготовим так, как вы сможете сделать его у себя дома. Сначала берем кляр. Он называется темпура. Вы знаете, что темпура применяется для жарки во фритюре. Но можно также сделать из нее хрустящие чипсы в духовке. Вы можете купить в магазине муку для темпура. Обычно кляр стараются сделать пожиже, добавляя побольше воды. Но сейчас нам нужно, наоборот, сделать его гуще. Затем мы берем семена фенхеля и измельчаем их в порошок. Эти семена я привез из Голландии, из нашего сада. Но вы можете купить их в магазине. Я думаю, в России это не проблема. Теперь что мы делаем? Вы можете пофантазировать. Например, нарисовать маленькие деревья. Очень просто. Затем добавляем немного соли и перца. 180 градусов. 180? Да. Это ужасно, Овен. 5 минут. 5 минут. Какие типы, я не знаю, вкусы, вкусы? Вы любите? Голландия известна тем, что у нас можно найти блюда любой кухни мира. Но мы всегда говорим, что если вы хотите глобализироваться, вам нужно думать локально. Поэтому мы используем местный голландский ингредиент. Но в то же время мы путешествуем по всему миру в поисках вдохновения. Например, я еду в Москву и пробую здесь что-то восхитительное. Это остается в памяти. И потом находит отражение в моих блюдах. Блюда могут быть азиатскими, южноамериканскими, южноевропейскими или классическими голландскими. Но главное – это качество продуктов. Это основа. Поэтому у нас имеется свой сад, где мы выращиваем цветы, овощи, травы. Мы даже делаем свой мед. Мы работаем с лучшими местными фермерами, живущими в пределах 20-50 километров от нашего ресторана. Рыбу мы берем только из Северного моря. Поэтому обычно мы готовим из морского гребешка, а не из лосося. Так как он в Северном море не водится. Но лосося широко распространен в России. Я думаю, это блюдо будет несложно приготовить. Наш ресторан находится в 15 километрах от Амстердама. Он расположен в старом ферменском доме, 1873 года постройки. Мы полностью его обновили. В ресторане 80 посадок. Мы открыли в 2009 году, а в 2010-м уже получили звезду Мишлен. Наш ресторан очень современный. Люди моего поколения хотят пойти куда-то вечером, потратить деньги. Но они не хотят видеть таких, знаете, классических официантов с полотенцами. Они хотят чувствовать себя свободнее и современнее. Модерн. Это касается и того, как мы готовим. Сегодня люди стали больше путешествовать, видеть больше. Инстаграм, Фейсбук. Мы получаем очень много информации. И мы стараемся отразить это в наших блюдах. Но при этом не забываем про нашу индивидуальность. Мы всегда открыты новым вдохновением. Например, как эта поездка в Москву. На фестиваль съехались повара со всего мира. Они все разные. Но их объединяет общая страсть. Интересно наблюдать, как они готовят из ваших продуктов. И можно потом применить этот багаж идей дома. Вернуться полным вдохновением и желанием сделать что-нибудь необычное. И так, что мы делаем? Мы берем цветы бузины. Это типичное растение для Голландии. Она растет и у нас возле ресторана. В мае она цветет. И цветы обладают удивительным ароматом. Мы делаем из этих цветов уксус и сироп. Из них можно сделать что угодно. Сегодня у нас здесь сироп из этих цветов. С примесью агар-агара. Он придает ему концентрацию жилья. И вот в мае все наши 12 поваров выходят из кухни и начинают срезать цветочки. При этом мы покрываемся пыльцой с ног до головы. А в сентябре появляются ягоды. Они тоже великолепны. Немного кисловаты. Из них получается отличное мороженое. Или суфли для десерта. Выдержки из цветов и ягоды позволяют добиться вкусового баланса. Это очень важно для меня. Сбалансированный, мощный. Многоуровневый вкус делает еду интереснее. Да, вот они заморачиваются, короче, с этими цветами бузины. С цветами бузины, с плодами бузины. Кто живет в южных регионах, знает, что бузина очень такой вкус имеет, очень интересный. Макси-левел тейст. В общем, сейчас мы попробуем приготовить классический тартар из сырого лосося. Если нет сырого, можете использовать копченого. Очень важен процесс комбинирования вкусов. Тут очень важен процесс комбинирования вкусов. Итак, мы срезаем кожу. Вместе с жиром. Вместе с жиром. Вместе с жиром. Мы срезаем его немного. Ну, вот все иностранцы, короче, вырезают жир, вот этот вот рыбий жир, который очень полезный. Но если вы оставляете его, то срок ранения рыбы уменьшается. То есть он окисляется быстрее. Поэтому там в Финляндии, например, в финской кухне, он весь тоже убирается, чтобы не окислялся. И надрезаем рыбу тонкими полосками. Ленточки разрезаем. И вот все тролли, которые, короче, пишут, что типа сырое-сырое. И которые, даже люди, которые, в общем, ничего не понимают в еде, все равно любят потроллить. В общем, можете взять, он говорит, из любой рыбы можете взять копченый лосось, уже соленый, и делать это из соленого лосося. Проблем никаких нет. I think it's enough. It's ready? It's ready. Очень аккуратно. Получается, из темпурного теста вот такие вот чипсики, да. И нарезаем рыбу тонкими полосками. А затем кубиками. Но не слишком мелко. How many times you come to Moscow? Я в Москве второй раз в жизни. Москва всегда восторгает меня. У себя в Амстердаме мы делаем страшные вещи. Это безумный город. I've never been in Amsterdam, but I'm going to... You have to come. It's crazy city. But... В Москве мне очень нравится архитектура, люди. I like the people. I didn't knew it was so... The city was so... I like a coffee shop. Yeah, me too. And I like it, that it's clean. More cleaner than Moscow? No. No, Moscow is very clean. If we have a new building in our neighborhood, there are already people putting graffiti and stuff like that. Then we place the cubes in the bowl. We're going to do some... We're going to do some... We're going to do some... And then a little bit of juice. Then a little bit of juice. Because of the acidity... You can cook the fish. We don't want to cook the fish. Lime juice. Lime juice a little bit. A little bit. If there's a lot of lemon juice or lime juice, then the fish will be cooked. If a lot of sour... Fish will white. White color. It will cook. Like ceviche. Like ceviche, yes. So... What you can do is you can... You can... What you can do is you can... You can... And then when you're going to finish the plate... Now we're going to finish the plate... Fennel. 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 Like Russian. The same. Yeah, I don't know. But before you're going to cut it, you need to cut it out. And normally... They have... You don't have to clean it. What we do normally, when you do... Oh my God. Oh, yes. What they... What they do... The starting situation. Well, while delicious. I don't know... Wow. So... Типа, блядь, шеф опять заставляет чистить фенхель, это же вообще жесть какая. Если резать очень мелко, то можно волокна оставить. Фенхель это сладкий укроп, его еще называют sweet deal. Да, или инглиш. Как сладкий укроп, и он имеет очень пряный такой аромат. Я, например, его не очень люблю, потому что, знаете, вот аромат аниса, да, вот с чем-то схож. С чем-то схож, он такой прям по вкусу сладкий, приторный. Ну, при всем при этом, я, например, если использую где-то в ресторанах его, то я его вымачиваю в воде с лимоном, и он теряет вот этот приторный свой аромат. Не знаю, что он сейчас будет делать, но, скорее всего, будет тоже с уксусом. Потому что фенхель и все вот анисовые, когда вы используете в блюда, лучше всего добавлять какую-то кислоту, тогда он будет, ну, какой-то съедобный. То, что осталось, не выбрасываем. Пропускаем через соковыжималку и добавляем натуральный загуститель растительного происхождения. Получается очень полезная вещь. Пусть фенхель и мы их немного связываем с, это не очень сложное слово, это называется Xantanahom. Это натуральный загуститель. Поэтому мы не используем загустительные загустители с E-нумбой, как мы называем это в Холландии, потому что это не здорово. Это натуральные загустители, и это не из животных. Это не из кови, не из кови, не из кови. Это из кови. Это, в общем, желирующее вещество, которое они говорят, ну, типа, похоже на ксантан, но так как они в Голландии не очень любят использовать всякие наименования, где есть ешки, ну, типа, е такое, е си кое. Поэтому они берут какие-то семена и вот делают из него вот это желирующее вещество и желируют сок фенхеля, чтобы оно было такое, знаете, тягучее. Потому что мы используем это в саду. Мы не срезаем полностью растения фенхеля, а позволяем им вырасти и зацвести, а потом используем эти цветки. И мы используем эти цветки, потому что они замечательные. Я покажу вам фотографии. Все используют и листья, и вот это вот, ну, он действительно как укроп, похож на укроп, растет большой, используют цветы, листья, все, что есть, короче, все используют. Даже вот выжимают сок, который, с помощью которого можно мариновать. Можно замариновать фенхель в этом соке, чтобы усилить вкус. Можно мариновать прямо сам фенхель в... ...мариновать фенхель с фенхель-жюсом. Что вы делаете, то вы интенсируете вкусы. В вкусе есть фенол. И что вы делаете, то вы его инъектируете с больше вкусов. Вот это, что вы делаете. И это делает это вкусно. Потому что продукты уже замечательные. Но вы играете с вкусом. Это как умами. Вы попробуете. Они играют с... Ну, он говорит, надо играть со вкусом. Потому что, ну, они пытаются достичь вот такого вот вкуса умами. То есть, усиленного вкуса. Ну, честно признаться, я, например, фенхель отношу к тому ряду овощей, которые я, наоборот, стараюсь забить вкус. А вот в Европе принято, например, подчеркнуть его. Он говорит, если его взять замариновать вместе с соком... Блесси. Если замариновать его с соком, то он получается гораздо ярче и вкуснее. Ну, и вот тот вкус умами, к которому стремятся все повара, как раз можно этим и достичь. А еще я привез маринованный фенхель. Маринад самый простой. Соком и сахар. Соком и сахар. Это сахар. Это сахар. Белое вино, уксус. Это очень легко. Маринад состоит из 100 граммов белого вина, 100 граммов сахара и 100 граммов уксуса. Вина 100 граммов. Что делать? Один, один. Один, один. Один, один. Один. Все постри. Это вакуум? Да. Вакуум. Вакуум вакуум... Маринуется в течение одной ночи в вакуумной упаковке. Ночью? Это можно будет... Ну, вот у нас так, ну, как бы замаринуешь фенхель ну, а так половина не оценит. У нас, конечно, хоть и ферментация распространена, то есть в роли капусты, помидоров в южных регионах, сливы квасят, репу, репу у нас квасят. Но при всем этом очень необычная, да, если вы хотите. И вот это очень хорошо, если у вас перно. Ты знаешь перно? Это же слово, как вы используете? Перно и ноу. Перно? Перно – это алкогольный напиток со вкусом аниса. Это анисовая водка. Это френч? Да, но это тоже есть аннис-флайвер. Аннис-флайвер, да. Обычно мы поливаем анисовой водкой, поджигаем, и оно вспыхивает. Это улучшает вкус. Я знаю, я думаю, что анис. Я не имею анис, но я имею в виду греческого алкоголя. Интересно, я попробую. Это Абхазия. Абхазия. Это локал? Локал. Это не салфийный регион. Сочи, ты знаешь Сочи? Да, да. Не салфийный регион Абхазии. Мы используем это. Это грейп, как грапа. Да, это хорошо. Какой? Этот? Этот. Этот. Потому что ты можешь рассказать мне историю, но он русский. Я люблю это. Короче, самогон из... Этот самогон из Абхазии мне его привезли. Он делается из винограда Изабелла. Вот. Обжариваем до изменения цвета. Даем немножко цвета и... Ну, вот таких прижарочек. Очень часто я использую этот. Для цвета. Да, ты можешь это сделать. Да, нет проблем. Соль и перец обязательно. Я бы, конечно, чеснок. Бросил бы. Может быть, немного галлика. Нет? Это можно сделать. Но... Ты не можешь это. Да. Он говорит... Но если люди хотят добавлять галлик, то это ваша партия, да? В России и Василии, галлик. Да, да, да. Очень популярный галлик. Нормальный. Нет проблем. Так, это очень хорошо. Оу. Анис и гриб. Возьмите. Очень хорошо. Затем немного петрушки или строгона. Парсли. Петрушечки немножко... Просто парслий или кориандр? Парслий. Просто парслий. Или астрогон. Если у вас есть. Если у вас нет, то вы можете сделать с парслией. Вы можете, конечно, добавить... Он говорит, можно эстрагон добавлять. Блин, ну понятно. Эстрагон тоже имеет... Вот как раз вот... Эстрагон... It has flavor like anise. Yes. It's all family. А, это... Ну, все семейное, говорит. Все должно жениться здесь. Когда вы добавите галлик, то не жарите больше, потому что они будут черными. И вы не хотите этого. Не нужно до коричневого цвета. Но вот как бы чуть-чуть цвет дали. Он сам поменялся. И... Чуть-чуть лимона, да. Все вот... Все простыми какими-то вещами. Немножко сока лайма. А вы не смотрите, что там ролик у нас длинный. Просто это же все очень просто делается. Мы объясняем о том, как... Что думает Андрей о идее, о... О блюдах, о том, как все это совмещается. И... Ну, это интересное очень видение. Всегда интересно, когда шеф... О блюдах, о том, как я говорил. Ммм... Ты любишь это? Да? Я люблю это. Вот о чем я говорил. Запах фенхеля пропал. Я думал, что он его хочет подчеркнуть. А здесь он вообще пропал полностью. С лимоном фенхель очень... Лимон фенхель очень... Очень красивый. Очень красивый мерит. Теперь можно выкладывать на тарелку. Это блюдо подходит для поздней трапезы. Оно очень легкое, в отличие от мяса и картофеля. И помогает сбросить весь. Если, говорит, на ночь вы едите... Это очень блюдо подходит для ужина, потому что мясо и картошка не очень хорошо для здоровья на ночь. Но это не про русских, конечно, людей. То вот это блюдо будет совершенно подходящим. О, это, кстати, новая тарелочка от моей жены. Это новая. Я не использовал эту тарелку. Я видел, что твоя жена делает эту тарелку. Я думаю, это потрясающе. Это огромное хобби для меня в ресторанах. Он сам делает. Ты делаешь свою тарелку? В нашем ресторане мы даже сами разрабатываем десант посуду. Потому что, когда задумываешь блюдо, то сразу представляешь, на какой посуде она будет подаваться. Вот очень симпатичное колечко. Оно маленькое, это кольцо у нас. Да, это жареное, да? В центр мы кладем обжаренный фенхель. Кстати, никогда не тушите овощи слишком долго. От этого теряется вкус. Да, не жарьте, не готовьте овощи долго, потому что вы теряете очень много вкуса. Быстренько обжарили все, добавили, фламбировали травки, муравки. Ну, травки, муравки, понятно, голландская тема, как бы здесь, как бы, как ни крути. Что ни говори. Это маринованный, маринейтед. Сверху кладем маринованный фенхель. Ну, то есть, не прижимаете, он должен быть как эйр, да? Да. Желе вот от этих вот, от бузины, которое он сделал и припер с собой из Голландии. Очень просто. Затем берем тонко нарезанную редиску. Ну, так немножко, да? Очень тонко нужно резать, и вот желательно... I like this middle part. И редиску мы тоже выращиваем. И используем не только корме, но и побеги. Это и так понятно. То есть, люди, кто ухаживают за собой, следят за своим питанием, конечно же, используют очень много ростков в создании блюд. Ну, когда-нибудь наш канал разойдется, и мы начнем использовать. В Голландии есть фирмы, которые специализируются на выращивании микротрав. Они известны в производстве небольших ростков, как маленький бейзел, маленький... Кориандр, маленький. Кориандр, everything small. И мы кладем такое растение. Не знаю, как это на английском. У нее довольно острый вкус. Это саур? Нет, это не саур, это спайси. А, спайси? Остренький, он как горчица. Это, мы называем это ойстричные листья. Санфлау? Нет, ойстричные листья, в английском. Ойстричные листья. Они говорят, что когда вы вкусите, вы вкусите немного кукомбрии. А, как же это называется? Огуречная трава, у нее есть название какое-то. Максим Рыбаков выращивает ее у себя в Суздале. Но только он большую ее ростит. Я забыл, как в России. Некоторые шефы используют это. Это кукомберграсс. Это ростки базилика. Значит, вот эта вот манжетка ее, она растет дикая, в дикой природе. Она как манжетка, вот очень похожа. А в культивируемом ноготки, о, блядь, забыл. Ну, типа ноготков, такие желтые цветы у нее. И мелкие листочки фенхеля, а также базилик. Листочки от фенхеля нужно оторвать. Ну, нежные, да, которые. Потому что там вот этот стебелек, он очень жесткий. И его, конечно, не стоит использовать. Но вот чем отличается. За что мы получили звезду Мишлен? Честно, я не знаю. Если бы знал бы, имел бы их много. Понятно, она говорит, да фиг его знает. Если бы я знал, за что дают звезды, я бы уже имел их на сотню. Но я вот что скажу. Очень важно заниматься тем, что тебе нравится. Я начал работать поваром, когда мне было 16. С самого начала это были только мишленовские рестораны. Работать в таких заведениях – это образ жизни. Тебе самому должно нравиться то, что ты готовишь. Если это не так, ты быстро окажешься на улицу. И я не мог бы думать о другом, потому что это способ жизни, понимаете? Если мы делаем плать, только просто салад, то мы делаем это вкусно. Это написано в моем ресторане, в кухне, это написано «мейте это вкусно» для тех, кто сидит в кухне. «Мейте это вкусно». Если мы не делаем это вкусно, то не заверните. Если вы заверните, то ты ехал. Я тебя отбиваю. Он знает, потому что он работает очень долго для меня. Здесь за кадром сидит помощник Андрея. Да, ладно. Сушер. Сушер? Да. Вот, и Андрей говорит, что очень важно подходить. Вот он говорит, много лет назад, когда начал работать в ресторанах, он начал работу с Мишленовского ресторана. И поэтому всю свою жизнь работая в Мишленовских ресторанах, он думает, как человек, который работает в Мишленовском ресторане. И поэтому не зря ему, наверное, дали звезду, потому что вот это мышление, он говорит, ты должен делать только лучшее, то, что тебе нравится. Если ты этого не делаешь, ну, значит, типа ты не с нами. Я пытаюсь сделать красивые канели. Тартаро может быть любая. Выкладываем лосось вот таким образом. Нужно, чтобы было красивое. Нужно, чтобы было красивое. Нет, я не курю. Нет, я не курю. Я старт. Бросил пять лет назад. Пять лет назад бросил курить, но я тоже не курю. И я-то вообще с февраля этого года не бухаю ни капли вообще, ни капли алкоголя. Многие там тролли пишут, что-то чувак это набуханный. Я не бухаю, господа. Я за здоровый брат жизни. Я, конечно, не все блюда готовлю мега здоровые и использую фритюр, да, но я же все-таки делаю это для разных людей. Кому-то нравится фритюр. Кому не нравится, значит, те смотрят рецепты, которые отражают только здоровую какую-то штуку, да. Компиляции. У меня большинство блюд идут по раздельному питанию. Я не часто использую крупы и картошку вместе с белками. Вы можете это заметить. Ну, иногда использую, потому что я разнообразную пищу. Так, снимаем. О, перфект. Перфекто. Так, вот эту вот шикарную штуку сверху на салат. О май гад. Это очень просто, да, смотрите. Вот что значит. Теперь берем сок фенхеля. Это очень красиво. Может быть. Подливаем, короче, сок, да, вот этот вот, который немножко сжелированный. И, наконец, соус из цветков бузины. Это вот как раз заправка, которая делается из уксуса бузины. Из цветков бузины уксус делается, а на основе него потом делается заправка. С маслом, там, с оливком, со всеми пирогами. Да, вот смотрите, на тарелку льет, а на рыбу не льет. И на овощи льет. А теперь, дорогие друзья, самая важная, very famous part of our video. It's tasting. Пробование. Пробование – это самая главная часть. Давай. О. По мне очень сладко. Но вы знаете, это, если говорить про здоровую еду. А, вот теперь кисло. До этого было сладко. Очень хрустящий теперь. Свежий лосось сверху, слегка примаринованный. И самое главное, что вот эти соусы местами прилипают. Хрустящая редиска. Кувера фрешность. Очень свежий салат. Очень интересный. It's like starter. Салат. Yes, it is. We serve it as the first dish in the restaurant. Only then with scallops. Он говорит, мы делаем это с морскими гребешками, вот эту всю штуку. It's very taste. Thank you. Very beautiful. Taste and interesting. But so simple. Yes, it is. Каждый может повторить это дома. Это очень просто. 30 минут, и мы это все готово. И то мы бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Тут разбазаривали. Короче, получилось очень круто все. Я хочу поблагодарить Андрея. Андрея, nice to meet you again in Moscow. Thank you. Nice to meet you again. For you, that you come to my kitchen. No problem. My small kitchen. Маленькую. Мы здесь вдвоем кое-как поместились, да. При всем при этом очень классная энергетика. И получилось вообще очень круто. Замечательно. Мне понравилось. Все, ставьте лайки. Подписывайтесь. Обязательно делитесь этим видео. Я думаю, что мы вместе перевернем мир гастрономии с ног на голову. Внизу, в описании, будет ссылка. Мы дадим обязательно ссылку на Инстаграм Андрея, на ресторан Андрея. Вы можете зайти, поглядеть просто. Ну, реально крутой чувак и делает интересные вещи. Если вдруг вы будете в Амстердаме, if you come to Amsterdam, welcome to restaurant Андрея. We'll see you there. Thank you. Все, пока. Bye-bye.